Спорт и фитнес по науке. Только логика и здравый смысл. В моем последнем видео про Андрея. Да и на данный момент он просто безбашенно убивает себя и не думает о том, что будет с близкими людьми, если вдруг его не станет. И я бы мог сказать свою коронную фразу, а я же говорил. Но не стану этого делать, потому что реально то, что происходит сейчас с ним, это нихрена не весело. И человеку реально требуется психологическая помощь. Без шуток и сарказма. Друзья, напоминаю, что на данный момент действует скидка на покупку моего гайда по жиросжигателям по предзаказу. Цена всего 10 долларов. А материал реально подробный с описанием всех самых популярных жиросжигателей. Гайд выйдет уже в ближайшие несколько дней. Так что поспеши. Итак, недавно мне попался фрагмент со стрима нашего сегодняшнего героя. И то, что я услышал, это реально признаки того, что его нервная система буквально отказывает. Вы только послушайте это. Я просто в последнее время со сном проблемы. То есть вообще не сплю. И как-то я не знаю. Я даже забываю все начало. У меня память плохая целая. Провалы какие-то начались. Я забываю. Очень многие вещи, которые должен сделать даже в плане здоровья. Что-то принять, что-то купить, еще что-то. А я просто ни о чем не помню. То есть у человека реально большие проблемы с работой нервной системы. И в первую очередь из-за безумного и бездумного приема энергетиков. Часто потребление энергетических напитков для поддержания высокого уровня энергии может привести к выгоранию, когда нервная система исчерпывает свои ресурсы из-за постоянного напряжения. Высокое потребление энергетических напитков, которые содержат кофеин и другие компоненты, может также приводить к бессоннице и беспокойству из-за повышенного уровня возбуждения нервной системы. Что как раз таки в его случае мы и наблюдаем. Кроме того, эти энергетики, которые Смаев потребляет на постоянной основе, ведут и к другим проблемам, о которых он как раз таки сказал в данном видео. Ухудшается память и концентрация, продуктивность падает и работоспособность просто никакая. И это если не брать в расчет то, что он тренируется каждую тренировку до предела. И тренируется даже со сломанной рукой и прямо на стриме нагружает больную руку. Кстати, его дружбан Саня недавно сдавал анализы. И там у него креатинфосфокиназа была в космосе. Этот фермент, который участвует в разрушении мышц. И если он повышен, то разрушение идет очень интенсивно. Такое обычно наблюдается при миодистрофиях или же безбашенных кочек. Такое тоже может встречаться. Для которых перетренировано стало нормой. Это конечно трэш конкретный. Ведь все мы знаем, что Смаев, как собственно его друг, постоянно тренируется неадекватно. Я не видел этого показателя в анализах Смаева, но я более чем уверен, что он тоже у него в космосе. Ведь герой нашего видео тренируется еще жестче, чем его друг Саня. А нервная система утомляется от тренировок не меньше, чем мышцы. А в некоторых случаях даже больше. То есть получается просто настоящий микс по разносу своей психики. Сверх жесткие тренировки в комплексе с энергетиками. Еще и не забывайте, что он ставит конские дозы балабалоидов. Которые, как известно, могут сказываться на работе нашей нервной системы. Особенно в больших дозировках. И Смаев вывозит огромный тренировочный объем и интенсивность во многом именно благодаря тому, что ставит высокие дозы теста. А теперь просто коронный выстрел в голову. И выстрел из ядерного оружия в сторону логики здравого смысла. Я вот за себя говорю. То, что я просто не помню ни одного дня за последний год, чтобы я просто выспался. Ни разу не высыпался за год. Это просто атас. Организм ему уже вовсю кричит. Андрей, остановитесь! Дай отдых психике. Не принимай энергетики. Уедь ты подальше от этих дружков, которые подначивают тебя дальше делать трешак. Но нет, Смаев продолжает биться головой об стену непонятно ради чего. Это крайне нездоровый фанатизм. Который, кроме как помешательством, я назвать не могу. То, что он делает, это трата ресурсов организма. И трата в кредит. За который придется расплачиваться еще гораздо жестче. И расплачиваться своим здоровьем. И мы видим, что он подобрался очень близко к той черте, когда уже ничего нельзя будет изменить. И где же те дурачки, которые писали мне, что Смаев в будущем станет чемпионом? Каким нафиг чемпионом? Он хотя бы прожил бы еще пару лет, хоть как-то. Если ранее многие воспринимали героя нашего видео как некого мотиватора, который вдохновлял их на занятия в зале, то теперь он стал восприниматься исключительно как фрик-суицидник, который верными шагами разрушает себя. И как будто бы целенаправленно. Не, серьезно, теперь зрители уже не поддерживают его. И не пишут, как ранее писали. Андрюха, давай херач дальше. А если честно, я был худшего мнения про фанатов Смаева. Но оказывается, что они гораздо умнее, чем он. И понимают, к чему все это ведет. А если быть точнее, теперь наконец-то они понимают то, о чем я говорил еще год назад. Когда заявлял о том, что Смаев просто бездумно и без конкретной цели убивает себя. Тогда надо мной смеялись. Говорили, что я просто завидую и что я какой-то неадекватный хейтер, который просто пытается хайпнуть. А два года назад вообще его ролики про смешивание энергетиков в Кока-Коле воспринимались с овациями. Сейчас получается Эки-40, 1000 миллиграмм таурина. Вот это, короче, у нас тут гуарана. Эня, так сказать. Слышь, какое настроение? Что ты хочешь достать? Фенил, фенилатиламин. Ты больной, что слышишь? Мы реально сейчас упоримся. А потому что она, она растворяет и начинается это. А ведь все это, что мы видим сейчас, это просто последствия, которые привели его к краю пропасти. И эти последствия тянутся уже много-много лет. И если сейчас он не отдумается, то уже не отдумается в принципе никогда. Но для Смаева дороги назад нет. Он боится откатиться на ступень ниже. Боится, что результаты упадут. Говорят, сделай шаг назад. Я знаю то, что я сейчас вошел в тот режим, когда если ты сейчас спустишься на три ступени ниже, чтобы подняться назад, это нужно опять просто безумство какое-то. Так они уже упали. Он уже не может сжать те веса, которые сжал. Уже не может подтягиваться, как ранее. А скоро вообще инвалидом станет. Какая-то нездоровая движуха. У него есть жена и маленькая дочь. Но Смаев даже про них не думает. Тупо качалка головного мозга без конкретной цели. Кстати, дружок Смаева Зорин нарисовался у меня в комментариях. И доказывал мне, что у того все в порядке со здоровьем. Ну что ты теперь скажешь? Раз сам Андрей признался в том, что проблемы у него очень серьезные. Короче говоря, с таким вот окружением и отношением к своей жизни, ничего ему не светит. Даже инвалидное кресло теперь под вопросом может крякнуть в любой момент. Печальное зрелище и не хочется просто бить лежачего. Он сам себя и так добьет. Ставь этому ролику свою банку сгущенки со смесью и не забывай писать свои мысли на этот счет. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok